МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В области изъяли пятитысячные фальшивые купюры. Срок действия льготным лекарственным рецептом – один месяц. Порядок получения льготных лекарств. Каждая семья, которая потеряла своего деда, отца, она ждет его. Всегда. Встреча трех поколений в Центральной библиотеке Десногорска. А теперь об этих и других событиях подробнее. Итоги реализации программы газификации Смоленской области подвели в администрации региона. Программа в нашей области реализуется с 2006 года. За это время построено 186 километров межпоселковых газопроводов, 134 километра распределительных уличных сетей. Оборудовано природным газом более 2,5 тысяч домовладений и квартир. Штрафы за опасное вождение могут увеличить, а болельщиков на матчах обяжут вести себя корректно. Эти инициативы обсудили на заседании Комитета по законности и правопорядку Смоленской областной думы. С внесением изменений в Кодекс об административных правонарушениях опасное вождение будет наказываться штрафом в размере 5 тысяч рублей, а спортивные фанаты в нетрезвом состоянии с битами и фаерами от 15 до 20 тысяч рублей или административным арестом на срок до 10 суток. Депутаты Десногорска также готовятся к сессии Городского совета, которая запланирована на 21 февраля. Сейчас проходят заседания депутатских комиссий, где предварительно рассматриваются все вопросы предполагаемой повестки дня февральской сессии. 14 февраля состоялось совместное заседание Комиссии по социальным вопросам, по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан, мандатной и по депутатской этике. Рассматривались вопросы принятия нового порядка создания реорганизации и ликвидации муниципальных и унитарных предприятий, потому что у нас жизнь продолжается, законодательство меняется, поэтому рабочие моменты указаны на отдельные недостатки, направлены на доработку, но надеюсь, что до 21 февраля, когда у нас состоится сессия, данные вопросы должны быть все учтены. Кроме того, рассматривались кандидатуры в общественный совет муниципального образования города Десногорск. У нас, к счастью, общественные организации, наши некоммерческие, приняли довольно активное участие в формировании общественного совета. На три вакансии поступило аж семь предложений. И крайний вопрос мы рассматривали, это об обеспечении наших льготных отдельных категорий граждан. Это в основном у нас многодетные семьи с земельными участками. Здесь, так скажем, администрация обрадовала всех наших присутствующих депутатов тем, что в конце прошлого года Министерство обороны передало два земельных участка в районе седьмого микрорайона, это между седьмым микрорайоном и деревней нашей Ехимовича. В этом году зарезервированы денежные средства для проведения межевания и остальных кадастровых работ. Работа эта довольно сложная, но тем не менее, надеемся, что к концу года эта работа будет исполнена. Также рассмотрели вопрос о награждении благодарственными письмами активных сотрудников нашего ОМВД по городу Несногорску. Все рассмотренные вопросы рекомендованы членами комиссии для вынесения на сессию. Сумма погашенной в январе текущего года задолженности по выплате заработной платы в регионе составила более 7 миллионов рублей. По результатам еженедельного мониторинга сейчас суммарная задолженность по зарплате в области составила 37 миллионов рублей. Погашения долга ждут 763 работника из девяти организаций. Задолженности по зарплате на градообразующих предприятиях, расположенных на Смоленщине, нет. Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам продолжают контролировать водоемы области. Инспекторы ежедневно осматривают состояние льда и делают замеры его покрова. На сегодняшний день его толщина на водных объектах региона в среднем составляет 30 сантиметров. На пульт Сафоновского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревожной кнопки из продуктового магазина, расположенного в районном центре. Продавец торговой точки пояснил прибывшим на вызов сотрудникам, что один из покупателей пытался оплатить товар денежной купюрой с явными признаками подделки. Подробности в сюжете. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. По подозрению в сбытии поддельных денег был задержан житель посёлка Верхнеднепровский Дорогобужского района. Сотрудники отдела экономической безопасности изъяли денежную купюру номиналом 5000, который задержанный пытался расплатиться за покупку. Также в ходе личного досмотра в кармане брюк у подозреваемого были обнаружены три аналогичных денежных знака. В машине, принадлежащей мужчине, полицейские изъяли ещё 39 купюр номиналом 5000 рублей с визуальными признаками подделки. Изъятые банкноты были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что все 42 изъятых денежных знака являются поддельными. Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в дежурную часть. Полицейские установили, что он успел сбыть ещё одну из фальшивок в магазине, расположенном в городе Дорогобуж. В отношении подозреваемого следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса изготовления, хранения, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание на срок до 8 лет. Расследование уголовного отдела продолжается. В настоящее время проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории региона. День памяти святого Николая Японского отмечали 16 февраля. Основатель православной церкви в Японии был уроженцем Смоленской губернии. Однако сейчас его родной Бельский уезд относится к Тверской области. В Смоленске будущий миссионер Иван Касаткин учился в семинарии. В Японию уехал, узнав о вакансии в церкви при недавно открытом русском консульстве в Хокодате. За полвека, что он провел в стране, были построены 100 церквей, более 30 тысяч японцев приняли православие. В 1970 году архиепископ Николай Касаткин был причислен к лику святых равным апостолам, а через 13 лет был включен в собор смоленских святых. Обеспечение льготными лекарствами – одна из актуальнейших тем волнующих горожан. О порядке выдачи и о том, как формируются списки льготников – в нашем следующем сюжете. Чтобы получать льготные препараты, в первую очередь необходимо обратиться в поликлинику к своему лечащему врачу с документом, подтверждающим право на льготу. Только он может своевременно внести в вас список заявок. Все льготники делятся на две категории – федеральные и региональные. Утвержден перечень заболеваний, при которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно. Это бронхиальная астма, сахарный диабет, несахарный диабет, дети до трех лет все заболевания. Далее хронический калит, катаракта, глаукома, эпилепсия, шизофрения, спид, туберкулез. К федеральным льготникам относятся инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, вдовы и члены семей погибших участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком жителей блокадного Ленинграда, малолетние узники, инвалиды, дети-инвалиды, а также граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ознакомиться с перечнем льготных препаратов можно на сайте медсанчасти номер 135 в разделе «Льготное лекарственное обеспечение», на сайте Департамента Смоленской области по здравоохранению в разделе «Льготное лекарственное обеспечение» или непосредственно в медсанчасти в кабинете 202, в котором ведется выписка рецептов для льготников. Выдача лекарств для данной категории граждан у нас в городе осуществляется в аптеке 135 2-го микрорайона. В этом году в Десногорске получают льготные препараты более 4 тысяч человек. 10 и 11 февраля солистки вокально-эстрадного ансамбля «Калибри» городского центра досуга принимали участие в 21-м международном фестивале конкурсе солдатской и военно-патриотической песни «Афганский ветер». Проходил он в городе Старый Оскол Белгородской области. Диана Байбарина удостоена звания лауреата третьей степени, а Александра Жадан и Соня Байбарина получили дипломы участников. В областном центре проходят соревнования юнормейцев по программе комплекса ГТО. В них принимают участие более 130 юношей и девушек региона. На Спартакиаду до призывной молодежи в этом году приехали представители практически всех районов области. Наш город представляет команда средней школы номер 3. 16 февраля читальный зал Центральной библиотеки Десногорска стал местом встречи защитников Отечества, на которую были приглашены представители трех поколений. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн и конфликтов, поисковики, юные стажеры поисковых отрядов и юноармейцы. О том, как прошла эта встреча, расскажем в нашем сюжете. Ведущая Светлана Головачева представила гостей вечера. Тех, кого объединяет одно – любовь к своей родине и готовность в любой момент встать на её защиту. Ветеранов Великой Отечественной, Октябрину Андреевну Каноненко, Николая Кирилловича Тимофеева и его супругу, зал приветствовал стоя. Это мероприятие посвящено, во-первых, всем февральским праздникам. Февраль месяц героический, очень много праздников, касающихся абсолютно разных поколений. И сегодняшний вечер – доказательство тому, что, что бы ни случилось, все поколения нашей страны, они в самые ответственные моменты собираются вместе. Для собравшихся звучали стихи и песни в исполнении Десногорской поэтессы Елены Караваевой и автора-исполнителя Ларисы Орловой. Стажёры поисковых отрядов «За родину» и «Высота» тоже блеснули талантами. Они пели под гитару, читали стихи, танцевали. Гостей вечера приветствовали заместитель начальника отдела военного комиссариата Смоленской области в городе Десногорск Николай Николаев, директор историко-краеведческого музея Наталья Демьянова и председатель Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Инна Михайлова. На нашей малой родине будет отмечаться День поисковика Смоленщины, 18 февраля. С чем мы всех поздравляем поисковиков, бойцов наших поисковых отрядов. Инна Леонидовна вручила стажёрам поисковых отрядов почётные грамоты комитета за активное участие в поисково-разведывательных экспедициях, областных и международных вахтах памяти, формирование экспозиции и пополнение фондов Музея поискового движения, преданность делу увековечивания памяти погибших защитников Отечества. Командир поискового отряда «Обелиск» Алексей Тимофеев подробно рассказал о жизни и работе, которая скрыта от чужих глаз и, как правило, остаётся за кадром. Поисковому отряду «За Родину» исполнилось пять лет. И эта, пусть и небольшая дата, не осталась без внимания. За время работы 184 солдата вознято отрядом и вернулись из небытия. Найдено 29 медальонов солдатских, 9 из них прочитано. То есть, 9 солдатских имён установлено. Председатель регионального общественного движения «Родная земля» Игорь Журавлёв в честь пятилетнего юбилея вручил медаль за активную работу в поисковом движении Тихону Мазарову, Дмитрию Федулову и Богдану Панченко. Знаменитую песню «День Победы» весь зал пел стоя. Отрадно стало на душе, когда любимые песни ветеранов подхватывают юные сильные голоса. И не прерывается связь времён. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.difis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания.